В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. Задержан с поличным, оперативники Управления экономической безопасности по подозрению в коммерческом подкупе задержали бывшего гендиректора авиатавтодора Виктора Резвых. По данным следствия, бывший чиновник потребовал от своего подчиненного откат в 700 тысяч рублей от покупки строительной техники. Все подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Осенью 2014 года руководитель одного из районных филиалов Фиатавтодора решил приобрести 4 единицы техники. Об этом он сообщил своему начальнику Виктору Резвых. Чиновник согласовал сделку, выдал доверенность на покупку, но потребовал свою долю. Собранные сотрудниками полиции материалы послужили основанием сотрудникам Следственного комитета для возбуждения уголовного дела по статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации «Коммерческий подкуп». За коммерческий подкуп Резвых грозит до 7 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается. 64-летнюю женщину сбил на пешеходном переходе водитель Форда «Транзит» на улице Некрасова. По предварительной информации очевидцев, пострадавшая получила перелом таза. Водитель автомобиля Форда «Транзит» совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия 64-летняя женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована в травм-больницу. Со слов водителя, он поздно заметил пешехода и не успел остановить транспортное средство. Госавтоинспекция еще раз напоминает всем водителям транспортных средств о необходимости снизить скорость при подъезде к пешеходному переходу, чтобы своевременно обратить внимание на пешехода, вышедшего на проезжую часть. Кадры аварии зафиксировал видеорегистратор очевидцев. На съемке видно, что перед ДТП женщина не посмотрела по сторонам. После наезда на пешеходах женщине подбежали очевидцы. Позже к пострадавшей подошел и водитель Форда. Учебное вождение закончилось бегством от сотрудников ДПС. Для бесправника на ВАЗе 99-й модели. Молодой человек не сдал экзамен на права. Чтобы закрепить навыки управления авто, он решил вечерком прокатиться по городу без инструктора. Впрочем, водителя задержали инспектора даже после неудачной попытки убежать. Ситуация осложнилась тем, что от автоученика пахло спиртным. Нули на экране прибора означали одно. Сергей избежит административного ареста. Однако избежать штрафа ему не удалось. За вождение без прав водитель должен будет заплатить 5500 рублей. Мы все-таки бегали или нет? Да, бегали. Что, работа скучная, у них надо было повеселить.